Всем привет, с вами Юлия, вы на канале Двуичный Кот, и в этом обзоре мы с вами поговорим о таком проекте, как Elrond Network, а в частности про его дорожную карту. Дорожная карта проекта подчеркивает не только цели команды, а также важные достижения проекта, которые были достигнуты в каждом соответствующем периоде. Команда также предоставила подробную информацию о действиях, связанных с планами расширения бизнеса и сети, о которых мы хотели бы узнать больше. Поскольку эти документы дают предоставление о общем виде команды для принятия сети, команда предложила подробную версию дорожной карты, касающуюся первой части 2019 года, которые рассматриваются основой запуск и расширения сети Elrond. Они разделили развитие сети на две части. Это основные, которые представляют собой шаг вперед в развитии проекта Elrond, и функции, которые увеличивают ценность в сочетании с основными протоколами. В своей последней версии дорожной карты команда подчеркнула прогресс, достигнутый сетью Elrond на протяжении 2019 года, углубившись в детали и создав амбициозные временные рамки, которые рассматриваются разработкой широкого сфектора функций и вариантов использования сетей. Хотя мы считаем, что команда установила очень амбициозные планы на год, команда постоянно прогрессирует и переходит к фоксическим вариантам использования осуществленных функциями, становясь естественным шагом для своего глубокого глобального проекта, который может быть принят в качестве отраслевого стандарта, с той же степенью дизитализации, которая предоставляет текущая дорожная карта, команда показывает, что они полны решимости предоставить многофункциональный продукт и выполнить все требования новейшей блокчейн-сети. Первые два этапа включены в первые два квартала, которые будут посвящены запуску частного и общедоступного торговых сетей, раунда финансирования и также стресс-тестирования и аудита безопасности для обеспечения беспрепятственного развития сети. Третий этап пройдет во втором и третьем кварталах запуском основной сети, админом токенами и интеграцией EURON с провайдером платежей для создания платежного шлюза. Последний этап начинается в третьем-четвертом квартале с консультацией сети MyNet, развитием фонда Экосистем и интеграцией сети с цифровыми картами. Наряду с этими основными задачами команда дополнит новые функции для дополнения сети и помощи для начальной загрузки экосистемы, таких как разработки частных браузеров, которые будут интегрированы с EURON для настольного и мобильного кошелька, механизма конфиденциальности, API и SDK и многие другие варианты использования для платформы. Частный браузер также будет действовать как более органичный способ подключить пользователей к блокчейну, поскольку EURON будет реализовать собственный кошелек, который будет использовать токены EAD. На этом мой обзор заканчивается. Всем спасибо за просмотры, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, все необходимые ссылки на эту платформу я оставлю в описании. Всем до новых встреч, пока-пока!